Две искореженных иномарки и трое пострадавших. Результат аварии, которая произошла субботним утром на пересечении улиц Комсомольской и Суворова. Водитель автомобиля Ниссан, выезжая на перекресток, не выполнил требования знака «Уступи дорогу» и столкнулся с Фордом, двигавшимся по главной. Увидел в последний момент, начал тормозить. Столкновение уйти не удалось. Нажал на тормоз, но уже произошел удар. Начал отормаживаться, но этого было недостаточно, чтобы уйти. В результате ДТП пострадал ребенок. Десятилетний пассажир Форда госпитализирован в реанимационное отделение городского центра матери-ребенка с травмой головы и переломом костей носа. У его отца медики диагностировали травму головы и ушибы. Пострадала и пожилая женщина, которая находилась на пассажирском сидении автомобиля правонарушителя. Она получила ушиб грудной клетки. Утро воскресенья началось с ДТП по улице Панино. Около шести часов Мазда столкнулась с троллейбусом. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель уснул за рулем, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с троллейбусом. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. В этот же день, около полудня, под троллейбус попал нетрезвый гражданин. Он шел по тротуару в районе торгового центра, расположенного на улице Сергея Лозо. Он был сильно выпивший. Он где-то был в метре от бордюра. И его сильно мотануло, он потерял равновесие и упал в сторону троллейбуса. Оказавшись на проезжей части, нетрезвый мужчина попал под заднее колесо, двигавшегося с транспортного средства. Я подъезжал уже к остановке, уже намерялся остановиться, когда услышал перед людей, что упал человек между бордюрным камнем и троллейбусом. Я применил торможение, остановил машину. Водитель троллейбуса вызвал скорую и милицию. Мужчина был госпитализирован в городскую больницу, где врачи диагностировали у него перелом ноги. Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Кишиневская и Бендерского восстания в 4 утра 9 октября. Водитель превысил скоростной режим, в результате не справился с управлением. На перекрестке улиц Кишиневская и Бендерского восстания выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с забором и впоследствии перевернулся. По счастливой случайности в серьезном ДТП никто не пострадал. Водитель от обязательной процедуры медицинского освидетельствования отказался, несмотря на явные признаки алкогольного опьянения. Как позже выяснилось, его права он просрочил еще в 2015-м. По факту каждого ДТП ведется разбирательство. Виновные будут привлечены к ответственности. Продолжение следует...